Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Симеон А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом и чтобы принести в жертву приченному законе Господне. Две горлицы и двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий тишение Израильева. И Дух Святой был при Нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели отчи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народу Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его удивились сказанного о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется промышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от Калина Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лета 84, которая не отходила от храма по стул и молитвой, служила Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Субтитры создавал DimaTorzok